Девушки отдыхают Добрый вечер, дамы и господа, в эфире передача Ржавая молодость. Солнце шаг светит. Ну ничего, сейчас сядет, будет уже это нормально. А пока Ржавая молодость, чукотское включение. Вы давно просили у нас Ниву, и мы ее с горем пополам, ну нашли. Почему с горем пополам? Нива в принципе машина довольно распространенная, но конкретно советскую Ниву найти оказалось не так-то просто. Во-первых, советских Нив на ходу уже не очень много. Во-вторых, даже если встречается советская Нива, то она уже вдоль и поперек заколхожена. Ниву вас 21-21 в стоке. Хер, где найдешь? Вот у нас в Челябинске это оказалось довольно сложно. И даже вот эта советская Нива уже очень заколхожена. Ну, к примеру, у нее нестандартные зеркала. Это зеркала уже с какой-то более поздней версией, уже, наверное, даже с двухтысячных. У нее, значит, эти закрашенные антигравием арки, и внутри в салоне заменено водительское кресло. А, ну и на капоте, как видите, есть этот воздухозаборник, как мне подсказывают, не володы местные. Вообще, в принципе, колхоз по определению, потому как с завода даже сейчас Нива выходит без вот этой вот хероборы. Все остальное плюс-минус стоковое. Приехали, архаровцы. Бать, здорово. Здорово. Здорово, Кузьмич. Петрич, Петрич. Петрич, петрич, блядь. Ты где такой раритет-то откопал? На дроме, где же еще? Ты думаешь, там только твои иномарки продают? На дроме так-то вообще огромный выбор. А куда хочется поедеть? А на дали кордон. А, так как вброд? Так ты же на Ниве там застрянешь. Я-то на Ниве, может, там и застряну, а ты дотуда на Рынджовесе даже не доедешь. Понял, да? Пойдем, инструктаж проведу небольшой. Ну что, охотники, на кабана идем? Ух ты. Раритет? Да. Мой дед с ним всю войну партизанил. Какую войну? Холодную. Одобряю. Опа. Такой оптикой с километра белки в глаз можно попасть. Ну или за бабами с соседнего квартала в окна наблюдать. Одобряю. Так, ну на охоту вообще-то ружье берут. Мы на кабана идем, а не в Афган. А что это ружье? Там всего два выстрела. Ты бы еще пулемет взял? Так я взял. Вон он в багажнике лежит. Ой, Рэмбо херов. А этот что? С нами на охоту. А кто ему разрешение выдал? А ты что, тоже на охоту что ли? Бать, дай ружье, тоже уток хочу пострелять. Уток хочешь пострелять? Ну на, стреляй. Ты что такое? Это базука что ли? С этой базукой меньше вероятность, что ты кого-нибудь прибьешь. Ну, немножко об истории. Нахер я так оделся, как будто в кабак. Давным-давно, где-то 50 с хером лет назад, получается, когда я родился, на очередном съезде Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, значит, председатель Совета Министров Алексей Косыгин указал, что в стране не хватает легкого гражданского внедорожника. Что на тот момент вообще в ассортименте было? А было ровным счетом хер да маленько. У вас, это украинский Луцкий автозавод защит из Запорожца сделал внедорожник. ГАЗ-69, у вас 469-й уже тогда был. И Москвич 410-й тоже был полноприводный Москвич, специально для нужд села. Но все вышеперечисленные внедорожники были максимально некомфортными и неудобными, а многие из них уже очень устаревшими и неподходящими, значит, для гражданского населения, сельского или городского. То есть на вот этих машинах в городе ездить было крайне неудобно. Распоряжение, значит, Косыгина приняли во внимание, и началась гонка между передовыми автомобильными заводами. О-о-о! Э, бать, ну ты давай, наверное, первый ковыляй на своей хромой кобыле. А мы пока покурим, чайку попьем, потом тебя догоним, обгоним, еще пыль за нами глотать будешь. Ох, недооцениваешь ты эту машину, Андрейка. Между прочим, это единственная советская машина, которую почти похвалил ведущий топ-гир. Такой машине даже хочется дать имя. Она у нее есть? Нива? Думаешь, мы нашли коммунистическую машину, которая нам нравится? Нет. Да ну, нафиг. Да, а еще она на Верес заезжала, и в отличие от твоего рейндж-роверса, без лебедок. На Северном полюсе была и в Антарктиде работала. Так что посмотрим, кто еще пыль глотать будет. Ну ты давай, догоняй нас. Догоняю. Ну что, Вать, поехали? Мы успели ружья зарядить, она тоже с пивом. Да, прохода же. Крепкая? Ну да. Одобряю. Вать, давай только так, чтобы я пиво не пролил. Так мы же не в УАЗике. В УАЗике бы пролил. А в ней пиво ты не прольешь. Да? Да. А это как-то? А сейчас сам все увидишь. У нее пружины. Сказка. Ну поехали. Видишь, как она плавно идет? Сказка. Вообще песня. И это я еще не на пониженной. Хорошо. Солнце, правда, в шахту. Вот, видал, рейнгрозер в гробе сейчас останется. Туда, где нибудь, застрянет, рейнгрозерский залегет. Ой, ой, ой. А что? Плывем. Ты что? Действительно, и капля не пролилась. Запомни, пиво в Ниве не проливается. Ни хера себе. Это магия Нивы. В гонку разработок вступили три передовых автомобильных завода. Это ИЖ, ЗЛК и ВАЗ. У ИЖа с ЗЛК что-то там они наколдовали. Какие-то страшные у них там проекты появились. Вас, значит, предоставил первый прототип где-то в 72-м году. Там, конечно, было далеко до того, что мы имеем в итоге. Там такая херня получилась. Гибрид бульдога с носорогом. По-моему, назвали крокодил даже. Ну, урод. Прям урод. И назывался уродский. Э, 21-21. Но они его доработали, значит. На тот момент конструктором главным вазовским был Соловьев. Кстати, за дизайн данной Нивы отвечал специалист по фамилии Семушки. Он, кстати, до сих пор живой, дай бог ему здоровья. Если, в принципе, поглядеть на все автовазы, то вот за Ниву конкретно вообще не стыдно. Вот как она выглядит. Она и до сих пор вот в этом дизайне клипа. Но об этом позже. Так, прежде чем в лес зайдем, один вопрос. Все прилипы? Ну, естественно. У меня по ЦРТ. Я про клеща. Ладно. Короче, если потерялись, стреляем в воздух, чтобы обозначить место своего нахождения. Понятно? Так точно. Вперед, шагом марш. А погоди-то я какать не собирался. Попал. В молоко. Что я, на чем я становился? А, руководителем проекта назначили того самого, всем известного, Петра Михайловича Прусова. Это батя советской Нивы ВАЗ-2121. Запомните это имя. Царство небесное. Помер он всего 4 года назад. Не дожив до юбилея Нивы всего лишь несколько дней. Вот. Это я не плачу, у меня просто это, ветер в глаза. И там внутри самого ВАЗа началась прям ожесточенная борьба. Петр Михайлович свои идеи, значит, отстаивал до последнего. Просто кровью и потом, значит, боролся за свои новаторские идеи. И если бы, кстати, у нас в Советском Союзе в авто и мотопроме было бы больше таких решительных, умных и креативных людей, то, возможно, бы и с Уралом в свое время случилось бы то же самое, что с Нивой. И мы бы все-таки получили тот самый М-73, который в итоге завернули. То есть у конструкторов не хватило, видимо, решительности, не хватило яиц доказать, что М-73 это шаг в будущее. И это должна была быть модель развития. Но ее завернули, как я рассказывал в передаче про Урал. Вот с Нивой, к счастью, получилось наоборот. А где наш лучник? Да не говори, с такими охотниками только на кабанах один. Мужики, мужики, там кабан вот такой вот. Стреляющий. Опа, вон он в кустах дергается. Я его подстрелил. Да нет, я подстрелил полтора дня как-никак. Чего? Да не, я ближе всех стоял, я его и подстрелил. Но не забывайте, у кого оптика. Так, молодежь, вы что с батькой спорите? Я говорю, мой выстрел был последний. А-а-а! Какая сволочь стреляла! У меня осечка была, но у меня заклинило. Ну, вообще-то я перезаряжал. А у вас наружье? Разряжай.